Любовь не понимает слов. В ролях Любовь не понимает слов. Любовь не понимает слов. Нет, дорогая, имена, а не имена. Добро пожаловать, имена Ханым. Он профессиональный, хороший и справедливый начальник. Очень мило. Ну, разве у него нет никаких недостатков? Он немного... Какой? Спыльчивый. Значит, он гневлив. Это плохо. Да, и он всегда срывается на нас. Сначала злится, потом сожалеет. Он очень мстителен и помнит все, что ему сделали. Но он хороший человек. Очень. Он вам понравится. Когда вы познакомитесь с ним поближе? Войдите. Прошу. Прибыла наша гостья, которую мы так долго ждали. Владелица сети отелей в Катаре. Но... Мурат Сарселмас. Но... Но я... Давно мечтал с вами познакомиться. Я тоже. Располагайтесь. Почему бы и нет? Теперь, когда... Судьба привела меня сюда, конечно, мне нужно присесть. Что вы будете пить? Турецкий кофе и немного сахара, дорогая. Конечно. Вы Мурат Би? Мне тоже самое. Хорошо. Отключу звук, чтобы никто не мешал. Благодарю. Вы очень любезны. И я выключу. Выключить? Но как? Не знаю. Я не очень хорошо разбираюсь в технике. Я могу вам помочь. Вот. Большое спасибо. Аллах, вы учтивый, галантный и к тому же шустрый. Спасибо. Вы очень любезны. Вовсе нет. Почему вы так решили? Я же полный придурок. Не видно? Пожалуйста, не говорите так. Но это правда. Мы все придурки по сравнению со старыми добрыми временами. Быть добрым и нежным было хорошо во времена вашей молодости, мадам. Ох, старые добрые леди и джентльмены. Было время. Прошу. Абонент недоступен. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. О, нет. Я не могу дозвониться. Что это значит? Я повешу на неё жучок, если захочу. Я и сам могу её найти. Это твоя работа. Вперёд, комуран. Ещё не решил, куда ехать. Какой вам нужен этаж? Кому вы приехали? Позвольте мне вам помочь. Кому вы приехали? Неважно. Не говорите. Мне неинтересно. Что касается меня, то я и правда ещё не решил. Я не смог дозвониться до нужного человека, в конце концов. Дорогой, я еду на четвёртый этаж. Думаю, ты тоже его выбрал. Нет, определённо не четвёртый этаж. Вот, я выбрал второй. Потому что мне нравится карабкаться наверх своими собственными усилиями. Это один из моих принципов. Второй подходит. Душно. Ты куда? Хочу поговорить с Мурадбеем. Не сейчас. У него гость. Именно Алькади здесь. Но она сказала, что не сможет приехать. Они хотели кофе. Но я совсем забыла об этом. Иди, иди. Здравствуйте, Азимэ Ханэм. Какой приятный сюрприз. Как ты, моя дорогая девочка. Как ты, моя дорогая. С глазами газелей. Хорошо, как у вас дела. Чувствую себя намного лучше. Тебе идёт, Корея. Это подарок Мурадбея. Я знаю. Оно его покойной матери. Оно нашло хозяина. Пожалуйста, позаботься о колье Лейлы, дорогая. Буду беречь его, Азимэ Ханэм. Мурадбея сейчас занят. Могу я отвезти вас к Ниджатбею? Хорошо. Какую концепцию вы выбрали? Хотелось бы услышать это от вас, а не от дизайнера. Простите, о чём идёт речь? Вы хотите оформить ваши отели в соответствии с концепцией Сарте? Да, конечно, мы хотим. Однако, прежде всего, я хотела бы узнать ваше мнение. Что вы думаете об этом? Например, что вам самому нравится? Скажем, мебель, шторы? У вас есть дом? Если да, то как он выглядит? Конечно, есть. Я сторонник простоты. Ценю функциональность и удобство. Люблю элегантность, но для меня важнее всего атмосфера места. Значит, вам близки духовные ценности. Это мило. Очень мило. Да, семья и те, кого я люблю, значат для меня всё. Те, кого вы любите, сколько их? Или вы полигамны у посялах? Те, кого вы любите, сколько их? Да, деда. Привет, Ибрагим. Хотела узнать, не поговорил ли ты с Хаят? Даже лучше. Да? Что ты сделал? Я сказал Мурату, что разберусь с ним, если он расстроит Хаят. Что он ответил? Думаю, ему это не понравилось. Ладно, не буду тебя больше отвлекать. Увидимся. Увидимся. Это выпало на мою долю. Рассчитывать можно только на себя. Хорошо, вы хотите детей? Простите? Как вы знаете, сейчас такие нравы. Молодые люди живут вместе, не вступая в брак. Или они не хотят детей после свадьбы. Я говорю об этом. Войдите. Ваш кофе. О, нет. Если кофе горячий, я не смогу его пить, потому что ношу протез. Он отходит, когда я пью что-нибудь горячее. Понимаю. Я подумал, что вы двое знаете друг друга. Хаят – моя помощница. Именно Ханым. Именно Ханым. Да, она является владелицей сети отелей в Катаре. Правда. Рада встрече, Именно Ханым из Катара. Что вы здесь делаете? Вы позвонили и сказали, что не сможете прийти. Кое-что произошло, и я оказалась здесь. Но теперь я не могу выбраться отсюда. Именно Ханым. У Хаят Ханым прекрасное резюме. Она знает шесть языков. Один из них – арабский. Прекрасно. Прекрасно. Хочешь что-нибудь сказать? Например? Что-то по-арабски. Очень. Я бы с удовольствием. В чём дело? Ничего не случилось, клянусь тебе. Всё плохо. Аллах, всё правда, хорошо. В чём дело? Это разговор между женщинами. Думаю, не стоит его переводить. Это было бы неуместно. Извините, мне лучше вернуться к работе, пока всё не стало ещё хуже. Иди. Мама, какого чёрта ты здесь делаешь? Что ты забыла в кабинете Мурата? Давай их проверим. Займись этим. Потом продолжим. Да? Ибрагим, срочно ко мне. Всё идёт наперекосяк. В чём дело? Моя мама сейчас в кабинете Мурата. Что она там делает? Сама не знаю. Мурат думает, что она бизнесвумен из Катара. Нам нужно что-то сделать. Я найду способ вывести Мурата, но кто-то должен прийти и забрать её из офиса. Пожалуйста. Хорошо, успокойся. Я сейчас приду. Мурат думает. Субтитры подогнал «Симон» Наши дизайнеры встретятся с вашими, но если хотите, мы можем взять за основу концепцию и внести некоторые изменения. Конечно, они с этим справятся, разберутся сами. Но если уж на то пошло, я не люблю хрустящие простыни. Они должны быть из гладкой хлопчатобумажной или шелковой ткани. Зеркала должны визуально делать людей стройнее. Занавески должны легко сниматься. Нам не нужны никакие сложные технические элементы или механизмы. Пожалуйста, не заставляйте нас разбираться с чем-то подобным. Входите. Мурадбей, простите, что прерываю вашу встречу, но пришла Азима Ханым. Думаю, это срочно. Срочно? Что-то случилось в моей семье? Навряд ли, это очень серьёзно. Я проводила её к Ниджадбею. Прошу прощения, мне нужно идти. Нет, пожалуйста, не думай обо мне. Идите, я подожду. Хаят Ханым позаботится о вас. Семья – это самое главное. Идите. Что здесь происходит? Какого чёрта ты творишь? Я хотела принести документы, которые ты забыла. Но совершенно случайно оказалась в кабинете твоего мужчины. Моего мужчины? Ты это о ком? О Мурати. Откуда ты знаешь, что мы встречаемся? Милая, вчера мне было совсем не до скуки. Хе-хе-хе! Значит, ты вырядилась, чтобы принести мне документы? А что такого? По-твоему, я должна была прийти в гости к зятю в мешковатой одежде? Я сейчас обижусь. Ну уж нет. Что, нельзя приодеться? Мама, признайся. Документы – лишь повод. Ты пришла увидеть Мурата. Как ты смеешь? Кто он такой? С чего бы мне преподать к его ногам? Он должен прийти ко мне. В любом случае, однажды он это сделает. Надеюсь, ты не слишком много ему рассказала. Что вы успели обсудить? Ну, мы… Мы говорили о влиянии туристического сектора на развитие Турции. О новом лице концептуального маркетинга. Ещё мы успели поговорить о Сарте. Обычный разговор. Давай, мамочка, уйдём отсюда, пока он не вернулся. И ещё, я довольна твоим серьёзным отношением к работе. Могу я войти? Азимы Ханым! Извините. Я подумала, что встреча окончена, когда увидела открытую дверь. Мурат Бей только что отправился к вам. Правда? Не представишь нас друг другу, дорогая Хаят? Простите, я бабушка Мурата по отцу, Азимы Сарселмас. А вы кто? Очень приятно. Одна из наших любимых клиентов, имена Ханым. Приятно познакомиться. Я тоже рада встрече. Пойдёмте, вас уже ждут. К чему такая спешка, Хаят? Мы с Азимой Ханым можем немного поговорить теперь, когда наконец-то встретились. Конечно, с удовольствием. Пожалуйста, присоединяйтесь, давайте сядем. Прошу. Прошу прощения. Красивые волосы. Это миндальное масло? Нет. С кем я говорю? Кто вы такой? Нет, не говорите. Вы здесь главный. Я понял. Сразу. Авторитарная поза. Проницательный взгляд. И решительность. Да, а вы кто? Я ангел, посланный, чтобы улучшить ваш образ. Хорошо, если вы пришли на съёмку, наши друзья внизу могут вам помочь. Подождите. Я тот, кто вам поможет. У вас идеальные волосы. Но выглядят скучно. Не хотите сделать химическую завивку? Я могу окрасить ваши волосы спереди. Вас не узнают. Вы носите накладные ресницы? Маленький размер лучше смотрится. Нет, это мои собственные ресницы. Это не может быть правдой. Это не ресницы. Это стрелы. Разве такие бывают? Вы же не Элизабет Тейлор. Ну-ка. Ничего себе. Любопытно. Аллах, Аллах. Постойте. Куда же вы? Расскажу, что было дальше. Позже мой покойный муж переезжает в Стамбул из Орду. Значит, поначалу вы жили в Орду? Да. На самом деле, я родилась в Орду. Всё так хорошо начиналось, а теперь уже не очень. Почему? Я не понимаю. Думаю, вы поймёте, если я скажу, что мы из Гирисуна. Имена Ханым, разве вы не из Катара? Может быть. Но наши предки родом из Гирисуна. Но, как мы знаем, жители Гирисуна не любят людей из Орду. На самом деле, это люди из Орду не любят жителей Гирисуна. Как угодно. Кроме того, у нас есть много причин, по которым нам не нравятся люди из Орду. Что это за причины? Впрочем, давайте не будем вдаваться в подробности. Вы уже очень опаздываете. Я здесь. То есть, ваша машина здесь, Эмминэ Ханым. Она ждёт вас. Слава Аллаху. В общем, я буду вести себя благородно. И, по крайней мере, сейчас пожму вам руку. Не следовало этого делать. Это я поступлю благородно. И в рамках приличия протяну вам руку. Здесь опасно. Идите сюда. Это не Камуранбей? Этот болтун может сейчас заговорить. Нам остаётся только молиться. Теперь, Муранбей, у вас есть моя визитка. Скорее приезжайте, я займусь вашими волосами. Абсолютно бесплатно. Камуранбей, как я уже говорил вам тысячу раз, я доволен своими волосами. Так что спасибо. Мерси, Баку. Хорошего дня. Пока. И вам пока. У вас много дел, но вы только и делаете, что болтаете. Сарте ждёт большой босс. Я ушёл. Невероятно. Камуранбей, что вы здесь делаете? Зачем вы пришли? О чём вы с ним говорили? Это секрет. Кроме того, почему ваш телефон выключен? Я пришёл сюда, чтобы спасти вас. Где мой поцелуй? Как вы смеете? Что ещё за поцелуй? Что происходит? Как? Вы забыли об этом? Забудьте о поцелуях. Нам нужно выйти на улицу. Пойдём. Ибрагим, дорогой, покажи мне, пожалуйста, где стол Хаят? Мы спешим. По дороге покажу. Вот стол Хаят. Хорошо. Выйдите. Я догоню вас позже. Ладно. Как это именно Ханым ушла? Наверное, что-то срочное. Аллах, интересно, что? Она сделала для меня доброе дело. Благодаря ей я могу прямо сейчас видеть вас вместе. У тебя что-то случилось, бабушка? Почему у меня должно что-то случиться? Просто дайте мне посмотреть на вас, мои дорогие. Теперь мне стало гораздо лучше. Слава Аллаху. Слава Аллаху. Почему ты не живёшь дома? Это огромный дом. Отца нет. Иногда там бывает скучно или страшно. Я имею в виду, что проблема не в девочках, а в хозяйке. Мы могли бы найти другой выход? Какой? Не знаю. Может быть, поискать дом в центре, будешь жить с девочками? Девочки не могут позволить себе снять дом в центре. И они точно не согласятся жить за мой счёт. Ты могла бы переехать ко мне, но это было бы неуместно, потому что наши отношения неофициальны. Живите у меня, а я могу переехать к дорогу. Чего ты так зациклился на этом доме? Я не хочу, чтобы вы виделись с Ибрагимом вне работы, Хаят. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я нашёл это среди мусора, но не знаю, с какого этажа. Дай сюда. Я её знаю. Она одна из помощниц Мурадбея. Я передам. Либо ей, либо её начальнику. Что тут непонятного? Просто держись подальше от Ибрагима, вот и всё. По-твоему, это просто? Это нарушение личного пространства? Тогда не нужно было испытывать моё терпение, Хаят. Что я сделала? Дело не в тебе, а в нём. Дело в этом парне и его слабости к тебе. Это только предположение. Ибрагим ничего мне не говорил, не говоря уже о намёках. Ты очень хороший человек. С самым чистым сердцем, которое я когда-либо видел. Поэтому я так сильно беспокоюсь. Я могу себя защитить, не переживай. Ты можешь защитить себя от других. Но не от самой себя. Мир не так хорош, как ты думаешь. Даже не думай об Ибрагиме. Я буду. И скажу в последний раз. Пожалуйста, прислушайся ко мне. И, пожалуйста, не позволяй Ибрагиму омрачить нашу любовь. Никогда. Потому что я боюсь собственного гнева. Поверь мне. Этого не будет. Ладно. Добрый день. Вы из бухгалтерии? Верно. Что вы здесь делаете? И где охранник? Он пошёл в банк. В рабочее время? Отошёл на пять минут. Думаю, это важно. Это важно? Речь идёт о посте охраны. Если бы здесь что-то произошло, ваш калькулятор не помог бы. Я просто делал... Делайте свою работу. Пусть зайдёт ко мне. Конечно. Ты могла проболтаться. Мурат мог понять, что ты самозванка. Откуда я могла знать, что та девушка в очках отведёт меня в кабинет босса? Я случайно там оказалась. Верно. Что ты делала у меня на работе? Вот в чём вопрос. Мы уже объяснили. Ты забыла своё удостоверение дома. Может, хватит так говорить? Как будто мы вас не знаем. А меня больше всего удивляет, как они смогли узнать, что Мурат и есть тот самый Мурат. Почувствовали. Сделанного не воротишь. Лучше скажи мне, разве тебе не интересно, что твоя мать думает о мужчине, которого ты любишь? Что ты можешь подумать? Я знаю, что он идеальный мужчина. Да. Да. На этом остановись, Хаят Ханым. Когда дело доходит до любви, и мне это, кстати, не нравится, женщины совершенно слепнут. Они теряют голову и забываются. Лучше не скажешь. Мурат тоже не идеальный. Ипек. Что плохого ты в нём разглядела? Не держи в себе, расскажи. Здесь все свои. Тётя Фадик. Никому не нужно больше ничего о нём говорить. Я лично побывала там и увидела его в своей естественной среде. И этого достаточно. И что? Как он тебе? Этот здоровяк выглядит красивее, чем ведущий на телевидении. Здорово. Ладно. Есть ли недостатки? Да. Играет музыка Он заботится о своей семье, увлекается духовными вещами. Хорошо. Но он немного вспыльчив. Это плохо. С другой стороны, он добрый, гостеприимный и уважительный. Но я также почувствовала, что он может быть немного упрямым. Есть сказка про дух упрямых козликов на узком мосту. Он действительно очень красив. Он состоятельный, у него есть работа, у него есть прошлое. Я имею в виду, что он не будет искать других женщин на стороне, потому что уже наелся. Досы-то. Почему? Ты проникла туда как шпионка, хотя я сказала тебе, что мне нужно время. Я ещё не услышала ответа. Неблагодарная. Я принесла тебе твоё удостоверение. Даже положила его прямо на стол. Но вместо благодарности… Повтори, что ты сделала? Ты забыла своё удостоверение в другой сумочке. Где оно сейчас? Я оставила его на твоём столе. Но я не устраивалась на эту работу по нему. Аллах! Фадик! Мы об этом не подумали. Безмозглые. Удачной смены. Спасибо, Керем. Подумал, ты захочешь. Как раз вовремя. Что ты здесь делаешь? Мурадбей теперь ездит на своей машине. Я пришёл оставить свою. Что это? Снова забыли? Думаю, да. Уборщик его нашёл. Мы ещё не вернули его владельцу. Это же… Эта девушка – одна из помощниц Мурадбея. Я узнал её, но просто не мог найти. Как её зовут? Хаят. Точно, это она. Но здесь написано «Хаят Узун». Хаят. … СОЛЬ�서, у нас было вскоре. Ещё не полночь? А ты уже бежишь с бала, Золушка? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я потеряла своё удостоверение личности и пришла, чтобы забрать его Да, мой друг из дневной смены оставил записку Интересно, куда он его делал? Что ж такое? Его нигде не видно Может, позвоним ему? Это важно С ним нельзя связаться Мне очень жаль Уже поздно Он вернётся в семь часов Что мне делать? Выбора нет, придётся подождать Вы сказали, он будет в семь? Не позже А вот и мой личный водитель Доброе утро, усач Доброе утро? Доброе утро Стоп Я могу открыть дверцу сама Что случилось? С чего это ты вдруг стал бесстрашным? Поговорим? Между нами нет лжи, обмана или чего-то такого, верно? Так почему фамилия Хаят Узун? Имя её матери Эмина? А отца зовут Сефер? Она родилась в Гирисуне? Кто тогда ты, Ипек? Ипек Что вы задумали? Отдай его мне О чём ты, Керем? Что мы можем замышлять? Ты что, с ума сошёл? Я? Ипек, просто Ипек Хаят, это Хаят Должно быть, недоразумение произошло Дай я на него посмотрю Скажи Если это принадлежит Хаят То кто она такая, а? Доброе утро Ты сегодня рано Я ждал тебя Где ты сейчас? У моря У тебя что-то произошло? На самом деле, две вещи Сейчас приедет Мурат Может, поговорим позже? Если это срочно, я могу сказать ему, что пойду на работу одна Это касается Мурата То есть, речь идёт обо мне, о тебе и о Мурате Хаят Аллах, Аллах Теперь я волнуюсь ещё больше Приходи, и мы сможем поговорить Не там Мне обязательно идти к берегу? Мы теряем время Мы теряем время, зато спасаем жизнь Хорошо, я иду Хорошо, я иду Так, и что это за дело такое срочное? Сейчас я расскажу тебе о двух вещах, ладно? Но обе эти вещи Тесно связаны друг с другом Ты поняла? Ясно, слушаю Возможно, ты не готова услышать то, что я тебе сейчас расскажу Вполне вероятно, ты даже пожалеешь, что услышала это, когда всё узнаешь Но я должен это сделать Хорошо, что бы это ни было Думаю Я влюбился в тебя Ты шутишь? Я серьёзно Ты знаешь, я люблю Мурата Мурат не достоин тебя, Хаят Ибрагим Не надо, Мурат Я же говорил Я не позволю ему омрачить нашу любовь О какой любви вообще идёт речь? Полегче, Ибрагим Ты разговариваешь с моим парнем Проснись уже, Хаят Пожалуйста Мужчина, которого ты любишь Всё ещё встречается с бывшей Я тебе все кости переломаю Я вру Ты встречался с дедем Даже пригласил её в свой дом О чём ты говоришь? Я своими глазами видел ваши объятия Это правда, Мурат? Переведено и озвучено студией Кириллица По заказу онлайн-кинотеатра Иви в 2022 году По заказу онлайн-кинотеатра Иви в 2022 году По заказу онлайн-кинотгорю ube結果 Иumba видео Идите Вы везде угрComбих There arc С liberal Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok